Друзья, вертикальные новости. Понедельник, погода такая себе не очень, но вертикальные новости-то хорошие. Я Алексей Форсиков, здравствуйте. Итак, до длинных майских каникул остается вот буквально всего ничего. Давайте эту неделю максимально быстро и плодотворно проживем. А потом, как этот самолет, снятый крутым Ставропольским авиафотографом, отправимся, ну, хотя бы на дачу. Отправимся так же стремительно. Это на фотке, кстати, аэропорт Ставрополя. А вот автор этого видео решила, что тракторист так развлекается, но нет. Он там точно что-то в тракторе проверяет. Но ведь и технику безопасности тоже никто не отменял. Если у вас есть трактор, вот так вот не делайте. На площади Ленина в Ставрополь начались репетиции театрализованной части Парада Победы. В этом году на параде, кроме привычных всем декорированных машин, можно будет увидеть и вот такие вот танцевальные номера. В одном из подъездов многоквартирного дома в Ставрополь есть вот такая вот стена. Я, как любитель виниловых пластинок, не понимаю, зачем так мучить музыку. Хотя, если там современная русская попса, то ладно, там в ней и место. А если нет, то, конечно, жаль. Не будьте такими злыми. Она сказала да. Житель Ставрополя отличился от других жителей Ставрополя и сделал своей девушке предложение в кинотеатре. Вместо трейлеров к фильму показывали фото пары, а в завершении появилось предложение о замужестве. Многие зрители поддержали товарища и прямо вот одобрили. А девушка, напомню, сказала да. Как вам такое, романтики? На пионерском пруду в Ставрополь появится 100-метровое граффити. Оно появится на подпорной стене, которая отделяет зону отдыха от леса. Там за работу возьмутся целых пять художников Ставропольского центра «Пионер». А работу завершить планируют уже после майских праздников, так что у ребят точно выходных не будет. На кадрах из города Лермонтово собака, которой в городе Лермонтово жить хорошо. Это Ковминботская милота. Друзья, всем хорошей погоды. В первую очередь желаю хороших новостей. Увидимся с вами уже вот после майских, через понедельник. Это были вертикальные новости. Алексей Форсиков. Всего хорошего.